И это выяснило агентство electassist.ru, которое занимается исследованием политического СММ и интернет-агитации. Сторонники Навального в этой крупнейшей российской социальной сети наиболее многочисленны и активны. Исследователи пришли к выводу, что политический СММ пока работает против федеральных властей. Ну и прямо сейчас со мной в студии Виталий Ермолаев, руководитель компании electassist.ru. Виталий, здравствуйте. Добрый день. Ну вот вы анализировали данные социальной сети ВКонтакте. Почему именно ВКонтакте? Потому что самая крупная социальная сеть в России. То есть у нее самый большой охват и она самая большая. Какие данные активности пользователей вы изучали? Ну мы использовали стандартные индексы. Это ЕРД, это индекс вовлеченности ЕРД, ЕРПОСТ. И совсем последняя новинка в СММ, это мы исследовали активное ядро подписчиков каждого из сообществ, каждой группы. И для себя мы нашли какие-то новые данные, особенно по последнему индексу, в смысле, активного ядра подписчиков. Они для нас показали как бы совершенно новые какие-то моменты, да. То, что у нас, если среди федеральных политических партий, если не читать Навального, наиболее активной казалась партия ЛДПР, то по ядру активных подписчиков она ушла, получается, по нашим подсчетам на третье место, да. То есть ее обошла... А как вы определяете вот это ядро? Как определить, активен подписчик? Да, значит, в нем учитываются... Какие параметры? Это количество прочитанных статей, то есть они публикуют свои посты. Соответственно, ВКонтакте учитывает все просмотры постов, да. Он учитывает количество лайков, перепостов, комментариев, то есть вот эти все параметры. Соответственно, как бы, если мы посчитаем, вот сколько людей отреагировали из числа подписчиков на те или иные посты, то мы получим как раз ядро активных участников, да. И если среди федеральных партий, получается, ЛДПР была лидером, да, то есть на самом деле они более-менее себя активно показывали, то вот эти синтетические индексы, да, они показывают, что ситуация на самом деле у них не очень такая благоприятная. Ну и Навальный в этом плане как бы обгоняет их, конечно, серьезно. Каким образом он обгоняет? Я так понимаю, что у него и подписчиков больше всего, и подписчики достаточно активные. Да, по подписчикам ситуация как бы следующая. У него, получается, в два с половиной раза больше подписчиков, чем у ЛДПР, то есть ЛДПР идет на втором месте. И мы, опять-таки, в своем анализе учитывали количество ботов, и среди некоторых политических партий ботов было очень много, да, что как бы для меня было открытием, почему потому что у них все-таки есть какой-то определенный контроль сверху. Ну, я предполагал, что он должен быть. Вот. Оказалось, что ботов достаточно много. И, ну, еще одно такое серьезное открытие, то что мы обнаружили достаточно много не местных подписчиков, то есть это не россияне. То есть если мы ведем с вами агитационную борьбу во Вконтакте, то наша целевая аудитория – это россияне, да, то есть это наши избиратели. И когда мы обнаружили то, что некоторые политические партии имеют, ну, буквально 30% только россиян, то для нас это было таким вот открытием неприятным. Может быть, это россияне за рубежом читают в паблике, нет? Нет. Это граждане в основном СНГ. И, ну, практика наша показывает то, что люди в основном, даже если они меняют свой город, да, то есть, ну, допустим, он живет в какой-то деревне, то иногда ему охота поставить, что я живу в Москве. То есть здесь вот этот момент, он не очень такой, как бы, честный получается. Но в плане указания страны они обычно ставят то место проживания, где он на самом деле находится. Если мы с вами фильтруем по стране происхождение подписчиков и видим, что среди подписчиков 30% только россияне, то понятно, что исполнители, те, кто ведут эти социальные сети, они, наверное, не самые такие, как бы, добропорядочные исполнители, да? Но это, как бы, еще в очередной раз нам говорит о том, что надежного аудита у них все-таки нету, да? То есть это одна из проблем. Виталий, все-таки вот возвращаясь к успешности Навального и, может быть, к некоторой неуспешности других политических партий, и вот за счет чего его паблик так популярен? Да, значит, смотрите, здесь картина достаточно простая. То есть у нас есть много методов, техник, да, работы с подписчиком. И пресс-служба Навального, да, то есть мы понимаем, что это он не сам все это ведет, она использует практически все эти инструменты и использует эффективно, да? Да, особенность социальных сетей, одна из особенностей, то что спорадические какие-то действия, они, ну, не дают такого долгосрочного эффекта. То есть мы можем сделать какую-то феньку, привлечь к себе внимание, но если мы его не будем поддерживать, это внимание, то наша группа подписчиков, она достаточно быстро уйдет. Почему? Потому что они хотят, чтобы их внимание было сосредоточено, ну, вот на этом объекте внимания, да, и успех, значит, команды Навального во Вконтакте, да, ну, и там в других социальных сетях, то что они держат это внимание на себе постоянно. Проблема с федеральными партиями в том, что, ну, у них достаточно хаотичный контент, да, это говорит, там, о следующей проблеме, то что нету понимания, что такое политический контент в социальных сетях. Это особенно видно на примере, там, региональных отделений, да, то есть там видно, что они не понимают, что нужно давать людям, они не мониторят ситуацию местную и просто делают репосты каких-то, значит, своих партийных новостей, которые, на самом деле, в глубинке неинтересны, да, то есть это... Да вообще, большому счету, никому неинтересно. Да, и видно, что они не мониторят ситуацию со своими группами, да, и, соответственно, то есть если бы они мониторили, если бы они соответствовали пожеланиям местных подписчиков, то мы видели бы, что коэффициенты идут как-то вверх, да, но так как они стоят вот на одном месте, соответственно, и на низких позициях. Это говорит о том, что, ну, нету понимания политического контента, раз, нету мониторинга общественного, как бы, запроса, да, регионального дискурса, и нету, соответственно, ну, правильной подачи, да, то, что они хотят. У Навального ситуация обратная. Как вы считаете, все-таки, что им, федеральным партиям мешает это делать? Ведь, не знаю, у «Единой России» много денег, могут нанять хорошего СММщика, хороших специалистов, все сделать как у Навального? Да, значит, ну, здесь, знаете, наверное, может быть, нужно вернуться к моему личному опыту. Когда приходит к нам клиент, нам приходится с самого нуля ему объяснять вообще, из чего состоят социальные сети, в чем особенности политконтента и в чем разница между покупателем, да, и избирателем. А здесь разница между ними кардинальная, потому что мотивация у них совершенно разная. И, ну, вот адаптируются наши клиенты, да, достаточно долго. Почему? Потому что это много, значит, новых каких-то знаний они получают. Экстраполируя на федеральные партии ситуацию, да, я вот вижу то, что вот эту хаотичность их действий, вижу в том, что на самом деле они с момента составления технического задания не знают ни как составить ТЗ. Примером, может быть, ну, не буду называть партию, все-таки антирекламу не хотелось бы проводить. Одна из молодых партий, которая широко как бы стартанула в прошлом году, было видно по тем финансирам, которые они давали сверху, что они хотели добиться серьезного какого-то эффекта, но было видно, что эти бюджеты эффективно сливали на местах исполнители. То есть они ничего не делали. Вопрос, соответственно, в чем? В том, что они не могли просто составить ТЗ и отслеживать все остальные этапы исполнения работ. Поэтому в этих вот партиях новичках, да, были максимальное количество ботов неместных, да, и, соответственно, все эти индексы, ЕРПОСТ, ЕРДЭЙ, активное ядро были минимальные, отстойные. Мне вот, честно, было как-то даже чуть обидно. Виталий, у меня к вам последний вопрос. Вот все-таки как можно монетизировать эту аудиторию из ВКонтакте? И удается ли политическим объединениям это делать? Знаете, здесь, когда мы говорим о политических партиях, о сообществах в социальных сетях, монетизация невозможна. То есть, если мы говорим о коммерческих сообществах, да, эта практика есть. Но, опять-таки, учитывая то, что подписчики являются избирателями, и их интерес... Ну, монетизировать в политическом смысле, да? Я говорю не про деньги, я говорю про них, как про избирателей, которые придут на участок, которые выйдут на митинг, еще что-то. Да, на самом деле, я считаю, что вот социальные сети сегодня, да, и в будущем это будет еще больше, они дают больше возможностей, чем традиционные методы агитации. Почему? Потому что, исходя, опять-таки, из нашей практики, это дешевле в разы, чем вести традиционную агитацию. То есть, если мы выводим... У нас все-таки мы все были студентами, вели всякие какие-то уличные вот эти мероприятия, то есть, мы знаем, как это выглядит, мы знаем, сколько это стоит, и мы знаем, что нужна определенная целая структура, которая контролирует, да, исполнение. Мы знаем, как борются, допустим, местные бабушки, срывают все эти листовки, баннеры и прочее. Вот эта структура вся стоит огромных денег. В социальных сетях все гораздо проще, дешевле. И самое главное, для политического актора, а политический актор, это, может быть, и депутат-политик, и местная администрация, да, городская, областная, они могут установить доверительные, длительные отношения с избирателем, чего не было практически с вот этими традиционными методами агитации. То есть, при более дешевой цене, она дает больший эффект, да, и этот эффект можно посчитать прямо в онлайне, да, и заказчик, соответственно, может из любой точки планеты через компьютер увидеть все свои там расходы, эффективность своей компании, и если, допустим, тот или иной сюжет заходит плохо, быстро скорректировать свою компанию в интернете. То есть, возможностей масса открывается. Но не все пока еще об этом знают. Спасибо вам большое. Виталий Ермолаев, руководитель компании electassist.ru, был в нашем эфире. Переходим к другой теме. Ну а Мосгорсуд сегодня вернулся к делу седьмой студии. Инстанция рассматривает...